22-й год у нас сложился не пустой, как в целом ситуации по стране, как и у нас на заросстановление. Но тем не менее, те проекты, которые были запланированы, на которые выделили средства с федерального бюджета, с поевого бюджета, софинансирование местного бюджета, в принципе мы и фактически их запланировали. Остались некоторые моменты, но здесь уже это чисто техническая сторона, которую мы будем делать уже по состоянию той погоды, которая позволит доделать франкогранительный бюджет. Поэтому я считаю, что и проект по благоустройству прошел негладко, где-то в каких-то моментах практически приходилось и ругаться с подрядчиками. Но вы сами сильно прекрасно понимаете, что если бы не было другого контроля, не было бы самого проекта. Я имею в виду даже взять проект по благоустройству поселка зеленой бюджета. Да, ругались с подрядчиками. Да, переделывали 2-3 раза некоторые работы, виды работодателями, которые нас не вставили в конном образе. Общий язык находили, поэтому присутствовали вы и на открытии площади благоустройства, видели все это. Я считаю, что не на 100% хотелось бы все это идеально, чтобы было, но в большей степени мы задачу выполнили. И те нарекания, которые были, они исполнены, и их становилось все меньше и меньше, и какие-то фактически они исчезли. Остались только доработки местного значения. То есть это уход за тем, что мы сделали, это уже следить сельский совет, приведение в порядок. Ну и как местные жители сами будут оценивать дальнейшее состояние того, что для них было сделано. Михаил Александрович, а вот на Ваш взгляд, что все-таки мешает завести ситуацию до идеальной? Может быть, Вам кажется, что необходимо законодательно как-то менять ситуацию? В чем причина? Это ведь не единственная такая вот практика. Нет, конечно. Я Вам просто даже вот открою небольшую зависту тайно. Назаровский район по благоустройству в 2020 году, в числе лидеров по Красноярскому краю, по освоению денег и средств и выполненных работ. Всего 12 муниципальных образований Красноярского края смогли доскойно завершить благоустройственные работы. К нам мы в зону критики не попадали, то есть отметились с лучшей стороны, в отличие от тех, кто будет муниципальных образований, где подрядчики действительно подвели их и ушли они уже с 2023 год. Но это, сами прекрасно понимаете, те обещания и обязательства, которые взяли на себя органы исполнительного власти и невыполненные перед населением, это не то что некрасиво, это не должно быть. Но здесь возможно, да, и изменение действующего законодательства, где должно быть все-таки ужесточение контроля со стороны не только, если так объяснить, да, что мы ходим с подрядчиками, ругаемся, где-то что-то добиваемся, а конкретного механизма, наиболее действенного на недобросовестных подрядчиков, которые где-то отказываются, где-то под уговорками, отговорками, под любыми видами, различного вида причин, да, уходят и оттягивают сроки сдачи и реализации каких-либо работ. Надеемся, что на уровне правительства Российской Федерации все это будет все-таки поведено, да, и вот таких вот подрядчиков, по моему мнению, их не должно, и они не должны даже участвовать в тендерах и участвовать на торговых площадках аукционов. Потому что, вы прекрасно понимаете, мы узнаем, кто выиграл тот или иной аукцион только после оглашения и результатов аукционов аукционов. И здесь по действовать в выборе подрядчика мы никак не можем. То есть вот в рамках законодательства мы в этом ограничены. Хотел бы, да, расширить, чтобы мы уже знали заранее, кто участвует, где-то ввести свои предложения о том, что подрядчик уже где-то был замаран в плане невыполнения работы, где-то вот так, где-то такими методами. Ну, таких надо убирать, потому что я не говорю о всех, есть добросовестные исполнители подрядных своих обязательств, но есть те, кто приходит просто заработать. Просто сорвать денежные средства, тем более это бюджетные деньги. И так мы должны были. Михаил Александрович, вот если говорить о контроле, вы вот упомянули, что только самый жесткий контроль, да, вот привел к результату, который, ну, приемлем, скажем так. Вот я сейчас хочу спросить о депутате законодательного собрания Галине Владимировне Эмпилоговой. Она неоднократно приезжала, чтобы посмотреть, как вообще работает подрядчик, и это касается не только благоустройства, но и ремонта дорог. Вот на ваш взгляд, ее роль вот в этом общем деле, насколько велика? Ну, видите, я со своей стороны какой-то контроль делаю. Галина Владимировна, как депутат законодательного собрания, у нее мы готовы на мощи побольше, в плане того, что она может решить какие-то вопросы там, обладателям собрания, да, где-то что-то это самое. И здесь совместная работа, вот этот контроль, да, где-то что-то, где мы, где она, где мы совместно все это, она приводит к желаемым результатам, по все-таки конечному положительному результату. То есть она ваш помощник? Ну, здесь как, она не наш помощник, и я не ее помощник, совместная все-таки работа. Она помогает продвижению наших идей для улучшения жизни населения на себе, да. Мы со своей стороны даем гарантии и обязательства того, чтобы это все проконтролировали, чтобы Галиния Владимировна не было стыдно там, что она за нас ходатайствовала, где-то продвигала, а мы не выполнили это. Поэтому только совместная работа. Но сейчас-то ей не стыдно, все сделали как необходимо. Ну, знаете, этого лучше у нее спросить, да. Но, тем не менее, пока нарекания с ее, в нашу сторону пока не это самое.